Если я ощущаю, что кто-то нуждается в исцелении какого-то состояния, и спрашиваю, есть ли такие люди, а оказывается, что никто не нуждается в исцелении, я счастлив. Я счастлив. Потому что мы можем быть уверены в одной вещи, это гарантированно. Если я не буду рисковать и спрашивать, тогда ничего не будет происходить. Но если я рискну, и окажется, что кто-то нуждается в исцелении, тогда я верю, что мы приходим перед Отцом, и Он прикоснется к нам определенным образом, потому что мы рискуем. Я ободряю вас. У вас не все будет правильно всегда. Это действительно, мы можем испугаться из-за этого, когда задаем вопрос, есть ли у кого-то проблемы с почкой, например. Но мы тренируем свои чувства благодаря навыкам, благодаря упражнениям. Поэтому я не переживаю насчет того, чтобы быть всегда правым. Но я хочу все больше быть использованным Господом. Я знаю, что вы тоже. Или вы здесь бы не были. Мы будем вести разговоры об основах лидерства. Мои родители, они не посещали церковь регулярно. Как многие американцы, мы ходили дважды в год в церковь, на Рождество и на Пасху. Может быть, если бы мы были в мессианской общине, мы бы приходили еще на праздник Суккот. Нельзя сказать, что мы имели отношение с Ишуа. Я верил, что Он Бог. Я верил в Него. Когда мы с Керен ходили в колледж, и мы встретились на блайн-дейте, который был подчеркнут. Нет, блайн-дейте. Да, да, да. Ты просто не знал, кто-то из-за блайн-дейта. Окей. И у нас было с Керен свидание вслепую. И Керен была взаимодейством от ее отношения с Богом. Керен на то время она как бы взяла перерыв в своих отношениях с Богом. Иначе бы она меня не встретила в баре. Я не говорю, что вы должны идти в бар, чтобы встретить свою половину. Но это было то место, где мы встретились. И так, декабря, до конца, она начала очень страшно. Но перед тем, как мы поженились, Керен начала переживать. Очень важно на секунду прерваться сейчас. Потому что я вижу молодые лица. И он рассказывает историю. Мы женаты уже почти 40 лет. И вот Керен рассказывает историю нашу. Но если говорить обо мне, то это было время особенной боли сердечной в моей жизни. для нас была Божья благодать в это время. Но я не хотела бы, чтобы кто-либо поступал так, как я. There were many years in our marriage that I really, I thought I had made a horrible mistake. Очень много, определенное время в нашей жизни я чувствовала или мне казалось, что я совершил большую ошибку. And we had two little bitty children when I began to realize what I had done. У нас уже было двое маленьких детей, когда я поняла, что я наделала. So while we're laughing about it, I want to tell you, don't do it that way. И если мы смеемся над этой историей, то я вас прошу, не смейтесь легкомысленно. You will save yourself much heartache. Вы убережете себя от многих сердечных болей. If you wait till he's a believer before you get involved with him. Если вы дождетесь того момента, когда ваш партнер станет верующим и вы заключите брак. Это первый вопрос. Верующий или не верующий? Я бы сказал да. Потому что я верил в Бога, но я не следовал за Ним. Мы поженились, у нас родились дети, и мы посещали очень либеральную церковь, в которой были довольно свободные взгляды. И меня попросили быть лидером в этой общине. И в кавычках классным моментом было то, что ему не нужно было даже бросать пить, чтобы стать лидером. Ему не нужно было прекращать жевать табак, а мог быть все равно старейшиной или лидером общины. Вот такая была церковь. Просто там искали людей, которые могут привлекать других людей. Потому что, ну, например, тем, что они хорошая семья. или будь то лидеры в бизнесе. Я хочу вам сказать, что если вы лидер в бизнесе, это еще не значит, что вы можете стать лидером в Царстве Божьем. Но в то же самое время неважно, с чего вы начинаете, или сколько ошибок, сколько проблем вы встречаете на пути с Богом. Когда ваше сердце праведно находится перед Богом в праведном положении, Он может использовать любого человека. но Он нуждается в первую очередь в вашем сердце. Когда ваше сердце настроено вместе с Ним на один лад, Его направление, оно победит плохой выбор в вашей жизни. Но чем больше плохого выбора мы делаем в жизни, тем позднее развивается дисциплина слышания Слова Божьего. Но Он может использовать любого человека. Слова Божьего. В итоге мы стали с Кэрен лидерами в этой церкви. И пройдя определенные трудности в церкви, мы проходили определенные трудности, потому что если меня попросили быть лидером не зная моих качеств или моих привычек, то очевидно, что проблемы пришли. И были проблемы разного рода в этой общине. Самое худшее было что наш пастор покончил жизнь самоубийством. Это не хорошее место. когда лидер в вашей церкви не знает Бога достаточно близко. Мы стали посещать другую церковь и мы также там стали лидерами. И при этом мы стали не соглашаться очень часто не соглашаться с направлениями в которых шла община. Но мы чувствовали, что Господь нас оттуда не выводит. То есть Он хочет, чтобы мы там были. Мы оставались там еще два года молясь очень много. Пытаясь определиться с этими различиями и разногласиями. очень сложное было время. Но мы знали, что мы не можем убежать и поменять общину. Мы еще поговорим об этом, но я считаю, что вот вещь, которая характеризует хорошего лидера. Хороший лидер, он доверяет Богу, дает ему время, чтобы он провел его через трудные обстоятельства. Намного легче было бы, если бы мы просто ушли и нашли какую-то другую общину. но мы знали, что Господь этому не будет рад. Я бы назвал это тренировочной площадкой. В этот двухлетний период, мы считали, что у нас получится лучше, чем у пастора. Может быть, не лучше, но мы видели какие-то направления, в которых мы считаем правильно было бы придерживаться нашего видения. Хочу конкретизировать, чтобы вы поняли контекст. Наша первая лидерская встреча в этой общине была посвящена вопросу сексуальной аморальности между некоторыми лидерами этой общины. Мы проходили также через другие сложные ситуации. И еще одной серьезной проблемой была финансовая аморальность пастора самого. Это были непростые вещи. Теперь пропущу определенный момент и перейду к сегодняшнему дню. Те люди, которых разбирался вопрос по поводу сексуальной нечистоты, они восстановлены в церкви на данный момент. И спустя 25 лет они смогли доказать свое покаяние. покаяние в финансовом вопросе. И мы с ними сейчас очень близкие друзья. как Кирк сказал, нужно предоставлять время Богу, чтобы он все устроил. И в какой-то момент мы почувствовали, как Дух Святой сказал, что вы можете уходить. Мы не хотели начинать свою церковь. и последнее, о чем я мечтал, это стать пастырем. Мы покинули эту церковь и стали посещать ту, которая находится за пределами города. Потому что мы нуждались в исцелении и в освежении. мы хотели, чтобы нас освободили на время от этого времени, которое мы имели как лидеры. Но это случилось где-то за две недели, как еще 25-30 человек покинули ту общину. И оказалось, что эти люди пришли ко мне и сказали, давай начнем новую церковь. Я сказал, нет. И они спросили, а куда же ты ходишь? А я сказал, не скажу, потому что я не хотел, чтобы вы ходили за мной. Я не хотел быть лидером. Но у Бога были другие идеи. вы знаете, что Бог всегда побеждает. Я долго сопротивляться не смог. Но в итоге мы сказали да. Мы согласились с тем, что мы можем основать свою общину. Спустя несколько лет я был очень разочарован. Потому что я не мог найти никого, кто искал бы пастора. Кто хотел бы стать пасторем? Было пять мужчин, которые менялись, они проповедовали, вели служение. и все были счастливы, но я не был счастлив. Потому что я хотел нанять даже пастора. И всякий раз, когда я с кем-то общался, все мне говорили, мы думали, ты пастор. А я говорю, не, 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 я не пастор. Я не пастор. У нас в семье, в нашем браке было также определенное давление, определенное трение. И я уверен, отчасти это было из-за того, что я противостоял Богу. Но я просто был сбит с толку. просто потому, что я не считал, что это будет самым лучшим вариантом следовать за Богом, будучи лидером. Потому, что я хотел, чтобы кто-то другой это сделал. и мне было удобно таким образом критиковать и судить других людей. I'll go ahead and put this in right now. I'll go ahead and say it right now. It's a whole lot easier to judge the one that's in charge and think that you could do it better than it is to be the one that has to lead out. Several times we will probably come back to this illustration think about the congregation as an automobile. You have the person who's driving and sometimes the person that's really close to the leader might be sitting in the front seat. And you would see all the dangers and you can read all the signs so much better. But then when it's your turn in the driver's seat, seat it's a whole different situation. So we had one man that we swore he would make the trip in the trunk in the back. because you never knew if he was with you until you got there. some days he would show up ready to worship the Lord. Some days he would sit back on the back row just refusing to praise the Lord. He was not the one you could trust then. So to finish the story a little bit about our background. We had a pastor friend that said you're not going to be happy your family is not going to be happy and no one is going anywhere until I had an encounter with God. I was a little bit afraid to have an encounter with God because I didn't know what to expect. But I knew I was smart enough to know it was better to have an encounter than to do the same thing than to keep saying no to God. So I just want to encourage you with this. Everyone's a leader, I believe. You're leading someone. You don't need a title. But you do need an encounter with God. But you need a encounter with God. If you never had just a one-on-one encounter with God, if you never had a one-on-one encounter with God, I encourage you to ask the Lord, give me encounter with God. I would ask God, give me a encounter with God. And one encounter is not enough for a lifetime. And one encounter is not enough for a life. so every day ask God for a encounter with Him. He wants a encounter with us more than we want with Him. So He will take any little bit that He can get. We give Him a little bit of our heart and He respond by giving us all of Himself. и Он отвечает давая Себя всего. Писание говорит, что вся полнота Господа обитает в нас через Ишуа и Мессию. So I just want to say that again. All He needs is a little bit of us. Еще раз повторю, что Ему нужна всего лишь частичка нас. Небольшое открытие дверей сердца. И Он наполнится. всем. And you will make a difference in the world. Whatever you feel like that you can do or that you've seen God do through you, just remember this. It's not about what you can do. It's what God can do through you. Perfect time for me to tell this story. we hadn't been pastoring very long and I was very overwhelmed by the responsibility. And I don't know about you but God always talks to me when I'm in the shower. and I it's so vivid I was drying I just gotten out of the shower I was drying my leg off. and I and was telling God God I don't know how to pastor a church and I know I heard his voice it it wasn't an audible voice but it was so clear. He said Karen all I ask is that you pour your life into people you don't need a title to begin doing that. You don't need to have been walking with God for 50 years to begin doing that. Whatever life you've got flowing in you pour it into others. will you make mistakes? Yes you will. But God can fix it and you will learn from your mistakes. So what we want to talk about this week are some of the lessons we've learned over the past 25 years. because we have learned along the way. And some of the strongest lessons were the ones that were the hardest. So why would we care about developing leaders? Why is that important? Number one because the Bible tells us to. I believe it's he disappeared. Second Timothy 2.2 Paul says what I've committed to you you commit to faithful men. That seems to be Paul's pattern of leadership development. You find somebody that's a faithful man and we mean a faithful person and you pour your life into them and release them to pour their life into other people. And that mountain is going to fill the whole earth. Now the second reason I think we need to focus on developing leaders is because it forces us to look to the future. My life has been consumed with this for the last six years. It's all about the next generation. if this dies with me I have not succeeded. I expect my children to go further than I went. I expect my grandchildren to go further. And we're already seeing evidence of this. and it's exciting. Several times here we've taught about marriage and family. And our main scripture text is Psalm 127. It may not be 127 in your Bible. It doesn't always match. but it talks about that children are like arrows in the quiver. Think about an arrow. It leaves the guy that's shooting it, the archer, and it goes further. further. So success is when they go further than you. going to go to get with you. Now I'm going to be honest. There are times when my children do things that I can't do, that it's something kind of goes in my heart. competition. No, I feel guilty sometimes. it doesn't last long, but sometimes I can get ashamed. I should be doing more. And God always reminds me that Karen this is the way it's supposed to be. they're supposed to be able to go further. That's how you measure success. Now I want you to think with me a little bit about Daniel and his three friends Hananiah, Azariah and Mishael. Yeah, you're giving the Babylonian names. Shadrach, Meshach and Abednego. These young men grew up in a time in Israel where there was no spiritual support from the organized religion. God had already declared judgment was coming. It was not a good time, but at least four families managed to raise some young men that could go into Babylon and succeed. It's pretty awesome when you stop and think about it. What did they do? I believe those parents worshipped God in their home. those young men saw people letting their faith work every day. Now we live in a time in history where we are seeing political changes all across the globe. Kingdoms are changing. And I feel urgency inside me to get my grandchildren ready. The world that they are going to get to the world I had. If Jesus tarries, if Jesus waits, it's going to be vastly different. But when I look at Daniel, I look at Daniel, I believe it's possible to raise young people, who can succeed no matter how evil the government might be. And that was before we had Holy Spirit living in individuals. it's before God lived in people. Okay, you want to talk about the Lord, do you have a question? Okay. We probably need to come back and we're just going to kind of be family here this week. So we may bounce around and come back and visit Topic. But what Karen's talking about how Daniel was raised up by his parents. One of the very important principles that Karen and I have tried to live by and have learned within our church. Это также принципы, которые мы пытаемся культивировать в нашей церкви. Есть такая концепция, называется синергия. Это греческое слово или происходит в греческом, которое обозначает совместное взаимодействие. The first part sin means together and the last part is energy. Вторая часть слова это энергия или synergio это греческое слово. обозначает совместное действие или взаимодействие. мы верим, что поколения пожилых людей среднего возраста и молодых должны действовать вместе плечо к плечу, чтобы достичь общей цели. в церкви, как и в мире очень часто так не происходит. Это больше похоже, как на ралли. эстафета, то есть я беру что-либо в руки и бегу вперед. перед тем, как я вот уже совсем стар стал или уже вот-вот умру, вот я передаю эту эстафету. И я уже не могу бежать, бежит, например, Кэрон. Это называется передача или преемство. очень часто такое происходит в церквях в Америке, которые мы знаем. Например, есть понимание, что те, кто старше по возрасту, они являются лидерами, но они не высвобождают молодых людей, чтобы они бежали вместе с ними. Мы хотим, чтобы мы все бежали вместе. Нет маленького Духа Святого или детского Духа Святого. Да, дети не будут поступать так, как я поступаю, но они могут также получать слова от Господа. И их молитвы такие же эффективны, как мои. Может, даже больше иногда. Потому что им не нужно иногда много думать, как мне. у нас есть очевидный пример такого преемства в мире сейчас. Queen Elizabeth of England. Was it she crowned queen in 1952, something like that? It's about there, 1952. nobody wants her to die. Long live the queen. But she has this son named Charles. Bless his heart. He's older than I am. and the only way he's going to get to be king is for mama to die. That's not the way we want the church to operate. That our kids are only going to get to move into leadership when I die off. And I see this happening. Because then what happens if you're the older generation and the young ones say, okay, now it's our turn. All you do, either you fight them or you just go sit down on the back row and you get old very fast. I don't believe that's God's plan. God wants there to be the Abrahams, the Isaacs and the Jacobs all working together. Time for a break.